После того, как я дал курс, на следующий год вышел закон, резолюция о том, что он получает инициацию. В рамках этого курса подчеркивается особое положение Шрилы Прабхупады в нашем обществе. Все преданные должны понимать положение Шрилы Прабхупады как ачарьи-основателя, свои взаимоотношения со Шрилой Прабхупадой, а также положение Шрилы Прабхупады как самого выдающегося Шрикша-гуру. Поскольку у следей преданных существует частая тенденция делать большой акцент на своем собственном духовном учителе. Зачастую преданные в своем энтузиазме и желании послужить духовному учителю, который дал им инициацию, устраивают очень пышные, огромные вьясапуджи для него. Именно поэтому GBC приняла резолюцию, в которой утверждается, что вьясапуджа Шрилы Прабхупады должна праздноваться наиболее пышным и роскошным образом, в отличие от других вьясапуджи, других духовных учителей. И также следующее, что каждый член ИСКОН должен в день явления Шрилы Прабхупада, в день явления его вьясапуджи, написать подношение. Естественно, не предполагается, что мы будем все это печатать, но каждый преданный должен зачитать это подношение перед другими преданными. Я очень надеюсь, что вы напишите или, по крайней мере, будете готовы сказать несколько слов, как подношение Шрилы Прабхупаде. И сегодня у нас будет, надеюсь, достаточно времени для того, чтобы каждый мог высказать, прочитать свое подношение на том празднике вьясапуджи, который будет праздноваться сегодня вечером. Я очень рад был, что в прошлом году, когда мы организовали слушание лекции Шрилы Прабхупады, преданные слушали эту лекцию, у них были эти лекции. Это, на самом деле, очень здорово. Сейчас мы делаем то же самое в Китае. Уже переведены лекции Шрилы Прабхупада на китайский язык, поэтому мы включаем, и все китайские преданные имеют возможность слушать лекции Шрилы Прабхупада. А поскольку наше общество ширится и развивается, то всегда остается тенденция, когда некоторые успешные в проповеди лидеры, очень харизматичные, выдающиеся, выходят на передний план, на них делается акцент, а положение Шрилы Прабхупады отодвигается куда-то в сторону и забывается, кто он такой на самом деле для нашего общества. Следующая тенденция, которая зачастую возникает, это деление общества преданных на фракции, на группировки по отношению к конкретному духовному учителю. В одном углу собираются ученики одного гуру, в другом углу собираются ученики другого гуру, и так происходит такое дробление. В общем-то, здесь нет ничего удивительного, поскольку вполне понятно, что преданные, движимые преданностью к своему духовному учителю будут его выделять. Опасность состоит в том, что наше общество может раздробиться на фракции таких групп по отношению к конкретному духовному учителю и ослабиться положение, вместо того, чтобы быть единым обществом, в центре которого находится шила Прабхупада. Есть известный пример о том, что одну палочку, один прутик легко переломить, в то время как все эти прутики в одной вязанке практически невозможно сломать. Поэтому наше общество преданных подобно этим прутикам. Если прутики будут поодиночке, то их очень легко сломать, и они слабые. Но если все прутики держатся вместе, то мы можем быть уверены, что общество достаточно сильно. Поэтому в этот особый знаменательный день мы очень хотели бы, чтобы все преданные воспользовались возможностью прийти и принять участие, насколько это возможно, в таком замечательном праздновании дня явления Шилы Прабхупада. В следующем году будет 50-летие приезда Шилы Прабхупады в западные страны и начало его проповеди сознания Кришны в западном мире. В следующем же году, после 15-го, в 2016-м году будет 50-летие основания общества сознания Кришны как организации. Поэтому общество сознания Кришны имеет 50-летнюю историю, что, в общем-то, довольно здорово для духовного общества. 50 лет — это достаточно хороший срок для существования религиозного движения. Даже страны ценят, скажем, подчеркивают такую дату большую. Например, в Малайзии они празднуют 50-летие своей независимости. Поэтому это знаменательная дата. Мы можем говорить людям, что вот мы собираемся праздновать 50-летие нашего общества. Поэтому большинство лидеров, ведущих проповедников, руководителей нашего общества думают сейчас, как мы можем использовать эту годовщину полувековую в качестве пропаганды нашего духовного общества, в качестве его расширения, популяризации в обществе. Я просто received, в мой mail, somebody sent me an announcement from the city of Boston, в США, that they had declared Krishna Janmashtami as a national event or an occasion of insignificance to the city of Boston. They declared Krishna Janmashtami Day in Boston. It was to be like a holiday, recognizing all the Hindus in the country. Я недавно получил письмо по электронной почте. Кто-то мне прислал о том, что в Бостоне они празднуют годовщину и обозначили Krishna Janmashtami как некий национальный или городской праздник для многих общин индусов в Америке. То есть позиционирование нашего праздника как некого национального государственного праздника. все это позволяет сделать общество сознания Кришны узнаваемым повсюду в мире. И Шрила Прабхупада понимал, что в будущем общество сознания Кришны будет шириться и шириться по всему миру. Шрила Прабхупада не писал свои книги просто для нескольких индусов. Он комментировал свои книги для каждого человека на земле. Он основал свое общество именно для осознания Кришны, чтобы каждый человек на планете мог воспользоваться этой возможностью. Шрила Прабхупада сейчас в лекции говорил о собакоедах. Там, где мы проповедуем, в некоторых нациях принято есть собак, и те предны, которые присоединяются, они рассказывали, что они до этого ели собак. Но по милости движения сознания Кришны эти преданные меняют свои жизни и обретают настоящие браманические качества. Понимание и видение Шрила Прабхупады было таковым, что милость Господа Чайтани и милость Господа Нитянанды безгранична. Также Шрила Прабхупада постоянно учил нас, что мы должны распространять и проповедовать сознание Кришны, не делая никаких внешних различий. Сам Господь Чайтанья и его постоянные спутники, Панчататва, проповедуя сознание Кришны, не проводили каких-то внешних различий, кто квалифицирован, а кто нет. В Чайтанья Чаритамрите описывается, что это мог быть любой человек, молодой, старик, женщина, собакоед, любой человек получал сознание Кришны, обретал сознание Кришны. Шрила Прабхупада отправился в те места, в которые его духовные братья даже им в голову не приходило отправиться. Я помню, что после Шрила Прабхупада уничтожил мир, мы были маленькие празднования в Вриндаване, и другие люди были хотели, чтобы приехать и поговорить о Кришне. Я помню, что после ухода Шрила Прабхупады мы отмечали праздник, день его ухода, и приглашены во Вриндаване было несколько человек, несколько духовных братьев, которые могли рассказать о Шрила Прабхупаде. Один из духовных братьев Шрила Прабхупада говорил, что люди спрашивали меня, почему ты не отправился первым проповедовать сознание Кришны, но он сказал, что я не хотел проповедовать вот этим людям. Многие духовные братья Шрила Прабхупады говорили, что мы никогда не поедем за пределы Индии, мы никогда не отправимся в западные страны, где люди настолько греховны. Люди греховны в западных странах, но в Индии они тоже греховны, а сейчас так и подавно, то есть, по-моему, они сейчас греховны больше, чем где бы то ни было еще. Шрила Прабхупада же, в отличие от них, понимал, что сознание Кришны должно проповедоваться и распространяться повсюду. Шрила Прабхупада, Одной из важных особенностей Шрила Прабхупады было то, что он отправлялся в те места, в которые больше никто не отправлялся. И вдохновлял преданных делать то, что никому и в голову не могло прийти. Гуру Дас Один из первых учеников Шрила Прабхупады был Гуру Дас. Я читал его воспоминания о Шрила Прабхупаде, его записи, и он рассказывал о том, что Шрила Прабхупада его поженил. Он, в общем-то, не собирался этого делать. Но Шрила Прабхупада сказал, что это такое, мужчина и женщина живут вместе, просто без брака. И он его поженил на Ямуни-деви. И Гуру Дас потом постоянно думал, да я, вообще-то, жениться не собирался. А потом, как позже, когда Ямуна-давидаси ушла от него, Прабхупада ему сказал, принимай саньясу. И он сам понимал, что я не отреченный человек, я, в общем-то, не готов принимать саньясу. Но Шрила Прабхупада сказал ему, принимай. И у него не было возможности отказаться. И он также вспоминал, как они были из программы в Пенджабе, а потом отправились обратно в Дели. И в Дели была не конечная остановка, а промежуточная. И вот пока была стоянка в Дели, в поезде, они сидели, и какой-то индус очень сильно хотел пообщаться с Шрилой Прабхупадой насчет сознания Кришны. Это был год, когда преданные только приехали в Индию, там еще никаких исконовских храмов не было, ничего. То есть, они только, вот, первый их был визит. И они, мои преданные, просто путешествовали вместе с Шрилой Прабхупадой и организовывали разные программы по городам. И вот представьте, поезд стоит на станции, промежуточная остановка, заходит индус, выражает почтение Прабхупаде, разговаривает с ним и говорит, а почему у вас нет центра в Дели, вам нужно открыть здесь центр. И Шрила Прабхупада поворачивается к Гуру Дасу и говорит, Гуру Дас, выходи из поезда, оставайся в Дели и открывай центр. Ну, можешь взять с собой пару человек. И он взял с собой жену и одного еще брамачария, и вот они вышли тут же из поезда, и они вынуждены были открывать центр. Он дал им 50 рупей на первое время. И вот так вот было, такого было начало открытия храма в Дели. Сейчас в Дели уже не один храм, не один большой храм. Прабхупада сказал, что вообще в районе Дели, в каждой деревне должен быть храм. В этом году Лаканат Махараша открыл еще один большой храм в районе Дели. В районе Нейду, в районе Нейру парка, в районе Панкджаба, в этих районах Дели уже открыты храмы. Прабхупада обладал видением, что эти вещи могут произойти. Он был способен предвидеть эти вещи и задействовал людей, помогал им реализовать это. Мы должны всегда помнить наставления Шилы Павпады, особенно в этот день мы должны стараться помнить все наставления Шилы Павпады, которые он нам дал. Одно из главных, что сказал Шилы Павпады, ничего не меняйте. Как иногда люди говорят, что 4 принципа это, пожалуй, чересчур. Может быть, все-таки 3? А если будет 3 принципа, предных будет куда как больше. 16 кругов, это, по-моему, тоже перебор. Лучше, если это будет 4 круга, но качественно. Но Шилы Павпада был вполне конкретен. Ничего не меняйте. Еще одним важным моментом, который мы должны всегда помнить в рамках положения Шилы Павпады как основателя Ачарии, это то, что каждый новый человек, приходящий в наше общество, принимает прибежище у Шилы Павпады. Потому что мы приглашаем новых людей в общество, и они видят, что здесь у человека есть Гуру. И такой новый человек думает, что тоже хочет иметь Гуру. Так вот, мы должны указывать на то, что Гуру — это Шила Павпада. Он является духовным учителем для всех. Чем больше преданные объединены все вместе в служении Шилы Павпады, тем больше наше общество будет успешным. Но если мы отклоняемся и утрачиваем связь с наставлениями Шилы Павпады, то это ведет к разрушению общества. Нам не нужны богатые, роскошные здания. Во многих традициях в христианстве, в современном, у них огромные, роскошные храмы, церкви, но эти церкви пустуют. В то же самое время наша задача не привлечь как можно большее число людей, а привлечь людей, которые будут следовать наставлениям и принципам. Шила Павпада также однажды сказал, «Ваша любовь ко мне проявится в том, насколько вы будете сотрудничать друг с другом в поддержании и развитии нашего общества после моего ухода». Это общество духовно очень сильно, извне его не может никто разрушить или остановить. Но опасность в том, что оно может быть разрушено изнутри, нами же. Большие проблемы начнутся тогда, когда мы будем принижать значение Шилы Павпады или отклоняться от его учения и наставлений? Поэтому в день Вьясапуджи особенно мы должны помнить важность Шилы Павпада и все, что он сделал для нас, чтобы изменить нашу жизнь и к лучшему. Где бы мы были, если бы мне были преданными? Чем бы мы занимались? Просто вспомните, какой была жизнь до того, как мы стали преданными. И насколько наша жизнь обрела благословение благодаря контакту с сознанием Кришны. Это было желание Шилы Павпады, что он даст лучшую жизнь людям. Я не знаю, конечно, за вас, но за себя могу сказать определенно, насколько была моя жизнь греховной, пустой, бессмысленной до сознания Кришны. И какое благословение я получил благодаря тому, что я стал приятным. Поэтому я очень вдохновлен говорить о Шиле Павпаде, возвеличивать его, ставить как бы на должный уровень и вдохновлять людей, принимать прибежище у Шилы Павпада. Мы используем книги Павпады для наших классов, Бхагават-Гидар, Шримад-Бхагаватам, Четанья-Чаритамрита. Они настоящие основные, настоящие основные философии Кришны. У нас, конечно же, сейчас в обществе очень много лидеров Киртана, очень много прекрасных певцов, которые ведут замечательные Киртаны, но все же Киртаны Шилы Павпады самые трансцендентные. Мы очень любим, конечно же, слушать Киртаны каких-то певцов известных и талантливых. Но самое главное, не забывать слушать Киртаны Шилы Павпады, особенно это касается больших храмов и центров. Там желательно включать Киртаны Шилы Павпады и другие записи его баджаны. Что касается лекций Шилы Павпады, мы также должны их слушать регулярно. В Майпуре, в храме Майпура, каждые Кадыши включают лекцию Шилы Павпады. Во многих храмах выделяют определенный день, в который Шилы Павпады дают лекцию. И когда лекция прослушана, очень хорошо, если старшие преданные задают вопросы по лекции, которая была только что прослушана. А тогда будет понятно, сколько людей поняли лекцию и сколько людей ее вообще слышали. Шилы Павпада любил, когда преданные внимательно относились к его лекциям. И в этот день мы все молимся Шилы Павпаде и просим его о том, чтобы он наделена силой и возможностью противостоять тем препятствиям, с которыми мы сталкиваемся, распространяя и проповедуя сознание Кришны. У вас здесь долгое время в Владивостоке не было храма, то есть преданные собирались только в кафе, не было возможности полноценных лекций. Но в то же самое время мы видели, особенно вчера, что община преданных достаточно большая здесь, преданных собирается очень много. И мы надеемся, что с открытием храма в этом году община преданных будет увеличиваться и будет приходить все больше и больше людей, которые будут проявлять серьезный интерес к сознанию Кришны. А, конечно же, всегда существует противостояние, всегда найдутся люди, враждебно относящиеся. Одна молодая преданная, ученица Шила Прабхупа, она путешествовала с ним и распространяла сознание Кришны. И она была очень молодой, около 20 ей было, она была очень привлекательна. И против нее стали распускать сплетни, что она там находится в связи с каким-то преданным, хотя это было не так. И она была очень расстроена, пришла к Шиле Прабхупаде, стала жаловаться, переживать по этому поводу. Что они на меня наговаривают, что я с каким-то там преданным, у меня какие-то там отношения тайные, это все неправда, такого не было. То есть, что происходит, что я должна делать? Она стала говорить, что Прабхупаду в пещере поселюсь и буду там практиковать, чтобы меня не трогали. Прабхупада сказал ей, ты думаешь, трудности только у тебя, ты думаешь, у меня их нету, я думаешь, я не сталкиваюсь с ними во время проповеди. Люди критиковали даже Прабхупаду. Чем больше ты стараешься служить Кришне, тем больше можно ожидать будет на тебя каких-то нападок или критики. Поскольку мы сражаемся против Майи. Шила Прабхупада очень часто говорил, стать сознающим Кришну, значит, объявить войну Майи. И Майя тоже сражается на противоположной стороне. Ну, то есть, не то, что Майя позволяет нам спокойно заниматься перед нам служением. Всегда будут какие-то проблемы, какие-то трудности. Но мы должны сражаться ради Кришны. Шила Прабхупада также часто говорил, что если на наше общество нападают, если возникают какие-то трудности, самое важное, чтобы преданные следовали, самое существенное, это то, что преданные должны строго следовать четырем регулирующим принципам и воспевать 16 кругов мантры. Это, собственно, минимум того, что мы должны делать. Но, по крайней мере, если хотя бы это минимальное условие соблюдается, мы можем быть уверены, что против Майи у нашего общества есть защита. Поэтому у нас у каждого есть ответственность за это, и мы должны таким образом показывать свою любовь к Шиле Прабхупаде. Гуру Дас также рассказывал, когда однажды в Сан-Франциско к Шиле Прабхупаде обратилась молодая девушка, 22-23 года, и сказала Прабхупада, я хочу выйти. Я хочу выйти замуж, а за вас Шиле Прабхупаде было 70 лет, ей было 22-23. Тем не менее, она сказала... Гуру Дас удивился, потому что, в общем-то, не удивился, не удивился, потому что все так или иначе любили ее Прабхупаду, были привлечены ему. Так что я надеюсь, вы все любите Шилу Прабхупаду, так? Поэтому я очень надеюсь, что в этот день, в этот особый день, вы будете очень качественно воспевать свои круги и также праздновать достойным образом сегодняшний праздник. И также постарайтесь сказать что-нибудь во славу Шилы Прабхупаде, написать и подношение, или сказать несколько слов. Шилы Прабхупаде... Иджай! Иджай! Иджай!